вот интересный вопрос актуальный почему у нас традиции то есть у нас у вайшнавов традиции существует такая традиция каждый нахваливает друг друга считая себя недостаточно достойным и почему иногда после прославления появляется неприятное ощущение и не хочется общаться с тем кто тебя прославил а иногда наоборот иногда наоборот ты корыстно кого-то прославляешь какого-то старшего и потом такие хорошие отношения с ним возникают от чего это зависит и тут несколько вопросов во-первых откуда эта традиция появилась что нужно прославлять других ащи а себя считать недостойным это традиции из духовного мира в духовном мире они все такие они все смиренные потому что понимает что у меня нет никаких достоинств никаких качеств ты говоришь ну как же нет от тебя сияние идет так это не я это господь господь обладает всеми этими способностями он просто наделяет каждого какими-то возможностями способностями причем тут я вот уже такое сделал это не я это господь поэтому вся заслуга господу джай кришна джай шила правопад духовный учитель вот духовной мере все таки никто не считает что он как что-то там из себя представляет я маленькая частичка я просто слуга а что у меня там есть это господь дал мне для того чтобы я мог заниматься служение моей заслуги здесь нет называется быть смирение травинки то есть нет ложного эго в духовном мире нет ложного эго поэтому никто не гордится тогда как по отношению к другим они выражают почтение выражают почтение почему с одной стороны потому что они видят что все они все эти живые существа уж тем более вайшнавы они связаны с кришной и представляют разные качества кришны то есть кришна наделяет их способностями я вижу это кришна это кришна сделал я прославляю кришну прославляю вайшнавов которые по милости кришне делают такие вещи вот поэтому в духовном мире они так они так действуют мы как те кто стремимся жить как в духовном мире мы тренируемся это делать мы тренируемся и может быть не очень хорошо у нас получается но мы должны стараться вот именно в таком настроении прославлять других и не ждать почтение к себе и важная очень важная вещь если в кругу вайшнавов мы прославляем других вайшнавов то важный момент здесь нахваливать другого говорится не совсем так не просто я делаю комплимент другим людям у тебя такие хорошие джинсы ты как хорошо выглядишь или там еще что-то такое да вот как материалисты друг друга прославляют может быть по отношению кому-то это и нормально да тем кто не преданный как там и хотим проявить свое дружелюбие к человеку можно сказать хорошо выглядишь но в отношении вайшнавов особенно в отношении вайшнавов нужно прославлять их преданность вот представьте вы находитесь в обществе и в обществе в этом обществе что-то ценится ну допустим вот нашему обществе ценится преданность если где-то кто-то проявляет преданность его начинает прославлять за это гритва ты хорошо послужил ты правильно сделал ты внимательно повторяешь мантру ты так старался но служить вайшнавам то что происходит человек понимает особенно но начинающий человек он понимает о это то что здесь ценится вот то что я сейчас вот это сделал это здесь ценится это надо делать если вайшнавы не прославляют сейчас как воспитательный воспитательный аспект это вам это этой темы если в обществе вайшнавов никто вот человек что-то сделал хорошее именно в преданном служении ему никто ничего об этом не сказал он не понимает вообще я то сделал не то сделал может быть мне сделать какую-то пакость а то что никто ничего никак не реагирует поэтому очень хорошо когда вайшнавы прославляют друг друга за преданность это во первых мы учимся видеть преданность других это тоже очень важно вот потому что смотреть материальными глазами это означает видеть там приятные неприятные для моих чувств моменты в этом человеке это материальное видение это конечно отвлекали тогда как магия мать и кори он именно смотрит на преданность на замечает преданность если он где-то видит приятность но преклоняется перед этим он прославляет это уважает это вот это хорошо как для нас самих видеть преданность других также хорошо и для преданных потому что в нашем обществе тогда ценности правильно будет мы ценим не богатство человека а то как он эти богатства используют вот этот момент на подчеркиваем вот и теперь так как мы тренируемся то может быть мы это делаем немного иногда коряво и бывает так что человек хотел кого-то прославить но по неопытности своей ну не подобрал подходящие слова или может быть он сделает и как-то ну искусственно то есть вот мы сейчас не берем вариант когда человек это делает по каким-то политическим соображением чтобы эксплуатировать это сразу чувствуется но бывает так что человек там как-то старался на сказал коряло да там какой-нибудь сильный могущественный человек а ему говорят о ты такой ты такой как балерон просто и человек обидится какой же балерон ты чё не видишь я этот ну атлант и вот такие могут вещи происходить человек просто по неопытности я помню когда гуру махарадж нам дал наставление не критиковать вайшнам а прославлять их я пытался делать это и я вдруг понял что просто слов нет ты не знаешь как вот как человеку сказать какие-то правильные приятные слова опыта нет и вот бывает так что человек по неопытности вроде там как-то прославляет но в итоге человек ну как-то не понимает обижается вот такое тоже может быть или наоборот какой-то человек нас прославляет и мы как-то грубо отвечаем ему горы что ты меня прославляешь нет нужно ценить просто надо если вас прославляют нужно понимать что заслуга это не ваша это заслуга вашего духовного учителя поэтому надо об этом сказать я слышал от гуру махараджа он говорил что если вас прославляет то через не дольше чем через пять секунд там вы должны сразу же передать эту заслугу который приписывает вам передать его духовному учителю кришне поэтому прославляют вас ok здорово преданные они как преданные поступают это их природа и нужно говорить да здорово вы говорите правильно вы говорите но это не моя заслуга это заслуга гуру махараджа по его милости вот если вы пытаетесь прославить другого ва шнава тоже надо как-то этом поучиться немного прославлять не за его джинсы за его преданность вот тогда будет правильно то есть другими словами всему надо учиться это правильная традиция то духовная традиция это нужно делать то важно делать но как и всему нужны этому учиться и немного быть снисходителями тем кто пока не умеет это делать но пытается это делать но вот что могу сказать на эту тему